Привет, друзья! Давно не записывала видео, хоть на меня посмотрите, да? Потому что в фейсбуке не могу уже, видимо, прямые эфиры вести. Я сейчас возле моего кафе, вот здесь во Фридрисхайне. Я торгую туго, видите, у меня все открыто. Сегодня нас погода радует, поэтому можно хоть хотя бы две открыть дверцы. Ну вот, а предыдущие дни видели, что был снег и холодно, а я, между тем, вот так все время с открытыми окнами торгую. Вот только вот эту вот дверь вот так вот закрываю, да? И оставляю одну. Но вы понимаете, что это все равно надеваю на себя все лучшее сразу, вот, чтобы не замерзнуть в итоге на ногах. И вот так вот я веду свой гешефт. Поэтому кто говорит, что вот гастрономы, да, им можно торговать, они ведут свой бизнес, вот. Вот они еще более-менее, как-то сказать, трепыхаются. А, мы трепыхаемся. Но, знаете, я сейчас, мое кафе находится в самом оживленном районе, я думаю, восточного Берлина. Ну, одним из самых оживленных. Вот видите, там Оскройц. Вот. И поверьте мне, вот, если бы не корона, то это место было бы еще более оживленным. Тут всегда толпится народ, гуляет. Вот видите, детская площадка здесь. То есть, однако дела, я думаю, что не только у меня, но и всех гастронов именно вот здесь, на этой площадке, идут довольно печально. А вот. И я здесь с ноября. Вот. В ноябре у меня еще была выручка какая-то более-менее. Вот. В декабрь, январь. Она упала конкретно. У меня просто иногда даже 25 евро не получается выручка за весь день. Подумайте только. Это 6 часов на ногах, в холоде, когда уже, знаете, руки замерзают, и ты не можешь ничего, ну, руками вообще шевелить. Вот. И 25 евро в день. Это даже не моя зарплата. Это я стою просто на аренду этого помещения, потому что мы с хозяином договорились. Нет, извини, у меня нет желания сегодня, или у меня плохая выручка, я не буду тебе платить, да, я не могу так сделать. Вот. И мне интересно как бы продвижение своего концепта, поэтому до 1 марта я должна как-то выстоять. Тем, кто говорит, ну, вы же получаете помощь от государства. Весной, да, мы получили помощь от государства. Наше государство было такое добренькое, что позволило нам получить некоторую сумму, но мы бы получили еще больше, поверьте мне, если бы мы просто работали дальше. У меня не только этот, не только этот гешефт, у меня еще есть туристический бизнес. И поверьте мне, я зарабатываю на этом гораздо больше. И мне не нужно никаких ограничительных мер. Дайте мне возможность работать. Я свой бизнес построила без единой копейки государственной. Нет какой помощи от джоп-центра я не получала. Я ни дня стояла на учете по безработице. Не получала пособия, не получила ни единой копейки кредита от банка. Мне пришлось все это строить самой с 2015 года. Вот мы с мужем сделали это с нуля. Так, позвольте мне спросить, почему кто-то, не дав ни копейки, теперь может у меня это все отобрать. И Novemberhilfe за помощь осенью от государства мы не получили, потому что в позапрошлом, да, 2019, они считают помощь по твоим доходам 2019 года в ноябре. То есть если в ноябре 2019 у меня не было этого кафе, я его только 2020 в ноябре, то мне никакая помощь не положена, извините. А если со всеми этими ограничениями народ просто боится на улицу выйти, он боится, собственно, шороха, он боится лишний раз в магазин зайти. Кто будет покупать? И начнем с того, что настроение у людей подавленное. Ничего они покупать не хотят, они берегут эту копейку на черный день, потому что мы не знаем, что будет завтра. И вообще, каким вообще последствиям мы идем? Как я уже говорила, и со всеми этими ограничениями хотят просто уничтожить прослойку предпринимателей мелких, средних, крупных, наверное, тоже, потому что и крупные фирмы банкротятся, как Карштадт, и крупные сети парикмахерских, и фрезер-салонов, и косметических, и всех на свете. Вот. И просто хотят уничтожить эту прослойку. Я для себя когда-то решила, что я больше не буду работать на дядю. И, понимаете, предприниматели так устроены, что они думают, как бы не работать эти 40 часов в неделю, а что-то заработать. То есть, если ты работаешь, тебе некогда зарабатывать, понимаете? А если человек нашел возможность, как заработать, у него немножко голова свободней, да? И он свободнее мыслит. Но это же так, согласитесь? Поэтому эту прослойку именно и хотят уничтожить, которая свободно мыслит, которая за свободный рынок. Когда свободный рынок, двигатель экономики, когда рассчитано на «я тебе заплатил, ты мне оказал услугу». И вот это так работает, да? Не то, что вот вам дали деньги, замолчите со своей помощью, да, и сидите тихо. Это не так вообще работает. Это мы уже катимся просто в ГДР, мы катимся в совок, мы катимся в тиранию. И я не устану повторять параллели между Россией и Германией. То есть, мне говорят, да что это нам с этим Навальным? Нужно смотреть, что у нас в стране делается. А параллель-то напрямую, что там тиран сидит, что здесь у нас сидит тиранша, который уже больше двух сроков подряд, которая подмяла под себя все средства, всю прессу, все медиа, из каждого утюга несется одно и то же. Я уже вам говорила, что почему в связи с этой болезнью не идет просто спокойная беседа, как насчет гепатита, насчет гриппа, насчет туберкулеза, насчет спида. При спиде нас же, когда 20 лет назад говорили, что это самая страшная болезнь, которая может быть, нас же никто не закрывал ни на какие карантины. А почему сейчас, чем сейчас ситуация отличается? Если бы это была такая опасная пандемия, почему нас просто не закрыли на месяц, не приостановили исполнение по всем договорам, по договорам аренды, квартиры, электричества, воды, газа, всех других договоров, как у предпринимателей, поставок, потому что мы не работаем, откуда мы возьмем деньги. Если такая серьезная пандемия, что государство должно просто объявить, извините, это просто чрезвычайная ситуация, все закрывается, мы организуем подвоз продуктов, все сидят по домам, и это все они должны делать за счет государства, не за наш счет. И маски мы должны покупать тоже, не должны были покупать. Поэтому мы все платили налоги государству, значит, мы рассчитываем, что государство нас защитит, если это была такая великая опасная болезнь. Если этого не происходит, то, извините, пшик, вся эта пандемия, это просто сезонный грипп, кто-то на него реагирует так, у кого-то организм справляется, но статистика, которая льется из каждого утюга, мы не должны доверять. Есть куча видео в YouTube, когда интенсив штационные, они пустые, то есть этого нет. То есть эту статистику нагоняют. Я эти сведения встречала также от медперсонала, которые непосредственно в больницах работают. Поэтому, друзья, если вот уже Россия поднимается, то нам, извините, сам Бог велел. Хватит уже, извините, играть законопослушных людей. Я вижу, что играют также наши русскоговорящие публика здесь. Если попираются наши права просто одним розчерком пира, изменения в грунт гизец, и все. И мы должны просто как стадо баранов этому подчиняться, то наше истинное право против этого протестовать. Я участвую во многих демо. Я каждый понедельник езжу на автодемо в Шарлотенбурге. В пятницу второй раз поеду на автодемо по Восточному Берлину. Я стараюсь не упускать каких-то немецких групп альтернативных. То есть они теперь все в Телеграм перешли. У меня есть тоже группа в Телеграм. Поэтому присоединяйтесь тоже туда. Мы там обмениваемся мнением. Мы там публикуем какие-то материалы, которые скрыты от прессы. Там есть над чем подумать. Поэтому, друзья, я советую вам включить свой мозг, искать сведения в альтернативных источниках. Ничего не бояться и не думать, что я вот какой-то не такой, я думаю иначе. Мы все разные, да? Мы все имеем на это право думать иначе, анализировать. Нам голова же не для того, чтобы есть дана только, правильно? Поэтому, пожалуйста, фильтруйте весь этот поток лжи, который течет на нас с экранов. Будьте здоровы и боритесь за свою свободу. Всем пока!